FIFA Ultimate Team. Монеты на любые платформы по самым интересным ценам. Вы можете купить на сайте krabba.ru. Ссылка в описании. Кстати, предзаказ на FIFA 15 всего за 1450 рублей. Вы можете сделать там же прямо сейчас. Привет всем, друзья. У нас сегодня снова продолжение NHL 15 и карьеры главного менеджера The Washington Capitals. Сегодня у нас матч с Бостоном. И давайте мы отсимулируем время до 11 октября 2014 года и отправимся уже в Бостон, чтобы сыграть на выезде матч лиги. Ну что ж, соперник у нас готов. Мы готовы. И мы начинаем. Что я хочу сказать, ребята. Первый матч у нас удался вполне хорошо. 1-4 мы выиграли. Этот матч будет показательным для меня и для вас, чего я уже научился играть в NHL и что из себя представляет Бостон в NHL 15. Так что думаю матч будет интересным. Буду лучше атаковать, чем раньше. Думаю я защищаться я все еще не научился. Так что шайбы-то в наших воротах побывают, я думаю. И не одна. А вот окажется ли шайба в воротах Бостона, это уже под вопросом. Все-таки Бостон не такая уж и слабая команда. Чтобы говорить о том, что я точно забью. Александр Овечкин. Вот мы конечно забили, но шайба-то оказалась в воротах после свистка. И за нами гоняется один из налетчиков Бостона. Так что нужно опасаться. Кузнецов у нас кстати вышел на лед и проигрывает сбрасывание кузнецов у нас. Так. Мне говорят, пишут в личку, пишут в комментариях, типа покупай кого-нибудь в команду. Но вопрос в том, что у нас лимит на зарплату и мы не можем никого приобрести. Так. Всех растолкали просто кузнецов. Ух, как было сейчас. Опасненько у ворот Бостона-то. Эриксон. Тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Ух, в противоположный уголок сейчас летела шайбенция. Теперь нужно нам защищаться. Хорошо у нас играл сейчас Кузнецов на поле опять. Щелчок. Опасно. И сбрасывание будет у ворот Бостона. Ну что ж. Нам нужно как-то сейчас постараться выиграть эту шайбу. Выцарапали. И бросить-то нам не удалось. Идет уже девятая минута матча. И опасность у наших ворот все больше и больше. Вот. Накручивают. Ой, Холби хорош. Затащил сейчас. Да, господи. И опять шайба в воротах. Драку хочет. Драку хочет соперник. Но нет, мы не хотим этого. Мы не поддаемся провокациям. Ну и все-таки удаление было у нас и у соперника. И мы играем 4 на 4. Что ж. Очень-очень сейчас будет напряженный 2 минуты. Ох, Орлов так у нас здесь. Так, отлично. Аккуратненько. Что это творится сейчас у ворот? Нашего Холдби. Ух ты, ё-моё. У нас лежат двое, кстати. На льду. И это как-то меня настораживает. Мы играем, кстати, уже в полных составах давно. Воротарь пока тащит. Мы пятачок просто оставляем сопернику спокойно. Все, наконец-таки разрядили ситуацию. Остается 5 минут буквально первого периода. И нам нужно отзащищаться. Отзащищаться. Ух, какой рикошетик был опасный. Так, никого из наших тут не оказалось. Передача была в никуда. Наши здесь отлично играют. Так. Бэкстрим. Снова щелчок. И воротарь спокойно его забирает. Ну что ж, нужно что-то уже более такое опасненькое приводить в зоне соперника. Не давать. Особенно не давать им что-то делать у наших ворот. У Донхара. Это очень опасный чувачок в Бостоне. Ой-ой-ой-ой, опасно. Отлично. Отлично, что сказать. Мы отыграли на ноль. И вроде как-то, как-то по-равному. Атаки у нас складываются. Бэкстрим. Пока лучший у нас бомбардир команды. Вроде бы он забил у нас две шайбы. Вроде как в предыдущем матче. Если быть точным, узнаем мы после матча. Бэкстрим. Ух, Бэкстрим, как сейчас был острый твой удар-то. Бросок, точнее, можно так сказать. Овечки. Джонсон. У нас, кстати, минус один у него. По действиям. И сейчас опять он. Только в сбрасывании зарабатывают. Непонятно зачем. Кузнецов опять проигрывает в сбрасывании, ребят. Что-то нужно делать нам со сбрасыванием. Надо учиться выигрывать в сбрасывании. Кузнецов. Кузнецов. Кузнецов заходит за воротом. Дираж такой опасненький. Закладывал. Ух, как он его в борт-то впечатал. Просто потерял там, наверное, сознание этот парень. Кузнецов. Кузнецов. Понизу он шлепал. И шайба с воротах. Ошибка была у защитника. Интересно, на кого шайбу засчитают. Это надо смотреть. На Кузнецова шайбу засчитали. Евгений Кузнецов. Воспитанник челябинского хоккея. Забивает шайбу. Хоть это не он, но... Шайбу засчитали все равно. В любом случае, как говорится, шайба будет засчитана. Кто забил, не важно. Шайба побывала в воротах. Итак, что же будет сейчас делать у нас босс? Он будет больше атаковать, я думаю. Будут атаки более такие... Опасненькие. Но и мы! И мы не остаемся в долгу. И забиваем наш чернокожий брат. Ворн, вроде это или кто-то такой. Забивает ворота. Ворд. Ворд. Джои Ворлд. Забивает шайбу. Прямо в притирочку со штангой. Чтобы ее задело прямо. В девятину просто шайба залетает. И мы счастливы. Потому что выходим уже в два мяча в отрыв. И в две шайбы, извиняюсь. Ребят, привычка. Я буду долго это говорить. Пока не пойму, что я играю в НХЛ. А не в Тифу, ребят. В Тифу все-таки... Ох, какая шайба залетает в наш это ворота. Холдби не отбил. И... Марчарт. В передаче Лукика и Бергерона. Думаю, я неправильно, конечно, называю. Но, ребят, если что, вы поправляйте меня в комментариях. Просто... Я не такой знаток всех прям игроков мирового хоккея. Особенно Бостона. За которым я вообще не слежу. Только... Хару знаю. О-о-о-о. Как же так-то? Что это такое сейчас было? Что за передача? Ух. Ну что ж, понеслось. Аккуратненько надо сейчас пройти. И забросить. Нет. Бэкстрим. Бэкстрит Бойс. Бэкстрит Бойс не забивает у нас ничего. Ууу. Чок опасненький был. Бэкстрим. Бэкстрим. Оффсайд. Оффсайд, ребятки. Тот человек, который забил у нас шайбу, был сейчас в положении вне игры. Казался. Забросим. Потому что... Ух, Кузнецов, ты почему-то не подобрал шайбу-то. Орлов. Еще один русский человек. На поле появился. Кузнецов. Это же не поле, это площадка. Да, ребят, это площадка. Привыкаем. И, конечно же, те люди, которые снимают фифу, привыкают к тому, что это поле там и так далее. Мяч. Но сейчас нужно отучаться от этого и говорить. Шайба и площадка. Ну что ж. Второй период уже более для нас продуктивным. И мы уже 2-1 ведем. Хорошо. Сашок Овечкин. Сашок Овечкин. Ух, шайба, где шайба, где шайба. Свисток, суди. Сейчас сбрасывание будет. Сбрасывание у ворот босса на Кузнецов. Ты выиграешь когда-нибудь уже сбрасывание у нас или нет все-таки? Нет, опять проигрывает. Но есть кому-то бороться за эту шайбу. И его просто прижали к борту. Не дали никаких шансов. Вот это да. Ассистент Капитана у нас сравнивает счет. Вот это уже звоночек в наши колокола. То, что стоит нам призадумываться, как мы играем в обороне. Об этом я уже задумываюсь очень давно. Уже второй день. Как играть в обороне. И ни хрена не понимаю. Ух. Как опасненько-то сейчас было. Опасненький бросочек. Ну что ж, выиграем ли мы? Бэкстрим, ты что не выиграешь-то у нас ничего? Ух, как спокойно нам сейчас забивает наш соперник. Бостон спокойно выходит сейчас вперед. И мы уже проигрываем. Только что выигрывали. 2-0. Сейчас уже проиграем 3-2, ребят. Вот это матч. Вот это вот результативность, да? Ну да, Бостон все-таки это вам... Ух! Опасно-то как? Что сейчас творит судья у нас? Не свистит после того, как холби снесли просто из ворот. Бэкстрим. Минус 2 за этот матч. Офигеть. Бэкстрим. Нужно реабилитироваться, ребят. Ну, скинь. Бэкстрим, так. Ах, Хара, ты его хрен пройдешь. Овечкин, поборись. Ух! Гаси шайба летает здесь у нас. Ну что, поехали в атаку. В контратаку. Атаку! 3-3, ребят. 3-3. Он все-таки сказал свое слово. За эти минус 2. Он вколотил эту шайбу. Бэкстрим. Николас Бэкстрим. Вколотил просто пушкой эту шайбу. Красавчик парень. Фух. 3-3, ребят. Мы все-таки сравняли. И остается 8 минут до конца. Матча. Номер 19. Николас Бэкстрим. Номер 19. Бэкстрим. Николас Бэкстрим. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Давай! Отлично! В пустой уголочек пока воротарь там лежал. После щелчка защитника Мы выходим вперед 4-3 5 минут до конца матча И нам нужно отстоять Лейч, он у меня кстати есть В Ultimate Team Когда я уже научусь играть в Ultimate Team Ребята, серии будут выходить Это 100%, пока у меня там Не очень удачный Так сказать Счет побед и поражений Побед всего 12, поражений 24 Ребята, так что Я думаю я там пока Лошара, играю я в 9 дивизион Если будут вопросы Кто хочет Добавляйтесь ко мне в друзья Ник мой сосиска 296, это регион Это не год рождения, это регион И даже не возраст Так что добавляйтесь Ну а пока остается 3 минуты у нас до конца Нам нужно продержаться Фух Кеннеди Паск Или Пак Как его вратаря-то зовут Паск, наверное Или Пэк Пишите в комментариях Ребят Фамилии игроков Я буду очень рад Если вы Это сделаете Надо выиграть Выиграть сбрасывание Нам остается Чуть-чуть Продержаться Заброс Это значит Вратаря Меняют Ребятки Ох Хара Ух Какой щелчок Это опасный Нет Вратаря Кстати Не поменяли Они 34 секунды Остается Вратарь так и не поменен Вот я думаю Вот Именно сейчас Они его и поменяют Да Пустые ворота И офсайд Вовремя у них офсайд Конечно Пустые ворота У них Сейчас Как-никак есть Нам нужно Выиграть сбрасывание Так Есть возможность Забить Это в пустые ворота И мы ее Реализуем Да Мы ее реализовали Ребятки 4-3 Было И сейчас 5-3 Счет этого матча Грин у нас Забивает Красавчик 5-3 Выигрываем Пустые ворота Грин у нас Забивает Все Последние Секунды Типают На табло И мы Можем Забить еще Одну шайбу Нет Не забили мы шайбу Мы выиграли Второй матч подряд У нас Плюс получается 6 Нет Плюс 5 По Забитым шайбам И 4 шайбы Мы пропустили Забили мы всего 9 4 шайбы пропустили Получается Плюс 5 Что ж Вполне Хорошо сыграли Эти два матча Сейчас посмотрим Нашу статистику У кого плюсы У кого минусы В команде Я имею ввиду У игроков Я думаю На этом мы и закончим Пока У нас 100% Победная серия Из двух Мечей Так Давайте посмотрим Центр статистики У Грина 3 очка Представляете За два матча Уже 3 очка Поздравляю парня Сейчас мы Посмотрим По плюс-минус У Грина 3 Так У других 5 У кого-то там У Джонсона У Орлова Орпика И у Вечкина Минусы Вот это да Ребятки Карлсон 5 Грин 3 Кузнецов 3 Лейдж 3 Брауэр 3 Кеннеди 2 И у остальных По единичке Давайте по Голам Посмотрим Кто у нас Бомбардиров Лучше Карлсон Или Это не то Бросков Процент Попаданий Давайте посмотрим У кого больше У Грина Ну в пустые Ворота Это броски Побед Голы Ну конечно Бэкстрим Это его шайба У нас кстати Помогла нам Вес Кстати кто у нас Там по весу Самый большой Уорт Уорт он Тоже А по росту Наверное Карлсон Нет Фехер Билсон Карлсон Вместе с Бигли По минутам Так Ну Пока мы Посмотрели Всю команду Да Вот по голам Можно посмотреть Кто больше Голов забил Грин и Бэкстрим По 2 По 2 шайбы Забили Красавцы Парни Ничего не скажу Ну а мы с вами Уже увидимся В следующей серии Подписывайтесь На канал Ребят Кто еще не подписан Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Всем спасибо Кто смотрел Всем пока Всем пока